Продолжаем проходить FIFA 19 за Гриннингем, у нас сейчас будет Лига Чемпионов, это у нас получается четвертый раунд, это пятый, 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 на две игры, остается пятый тур, группового этапа Лиги Чемпионов против третьей команды, но прежде чем мы переходим к нашему любимому, мотивируем наш игроков, потому что мы в прошлый матчах проиграли, все-таки эти игроки были сильные, 3 декабря, так я знаю, что очень популярный в клубе, поскольку я хочу играть, пока не задумываюсь о своем будущем, что-то заикал я, капельку, ну ладно, спасибо за комментарии, три игрока, кто-то проложил, там я посередке не знаю, кого там написал точности, Давайте сейчас посмотрим на них и будем потом переходить к тому, что мы хотим играть в игру, так, любого, я так понял, вот этот, да, левый защитник, Да, надеюсь, он и есть, да? Давай попробуем писать так же И то Вот таких не значит, вот этот, вот по-любому По-любому он, о, он испанец и из Барсиона, это вряд ли мы вообще приобретем Он не слишком большая зарплата может быть, слишком большая зарплата может быть вот этого игрока Так, дальше продолжаем мы искать Да Странный защитник О, а вот эту можем взять, скорее всего Из Вейс, о, нифига, и у него контракт на 7 месяцев заканчивается Замечательно просто, 18 я опять снова вымываю И последний, третий, который мне подписали в комментарии Вот он, да, 27 лет ему здесь О, это же арсенал еще, ёптвою мать Ну мы добавим, но его мы не купим, а зарплату вообще просто мечтать о такой зарплате У меня зарплата слишком высокая 120 тысяч И у меня один игрок столько не зарабатывает Да у меня у себя может команда столько денег не зарабатывает, нихуя Почти полкоманда может быть Давайте вот посмотрим, да интересно Вот в офис зайдем, 50 миллионов прибыли у нас уже есть Так, расходники не так, вот, зарплата 153, я говорю У меня 120, он почти зарабатывает вся моя команда Нет, спасибо за счастье, извините, я скупить не смогу Но это я посмотрю, два их, но самое вряд ли мы их купим Ну что у нас здесь, здесь у нас футболки, да? Хорошо продажи, да? У нас футболка хорошо продажа, по полумиллиону мы зарабатываем в данный момент Ну ладно, погнали мы Два дня пропускаем и переходим к игре У нас игра против Атлетика Мадрид Очень важная игра, которая нам надо Хотя бы на ничью может сыграть Если есть возможность на и победу, конечно Но В этом вариаторе Переходим мы Замена игроков Так Это у нас Левый полузащитник Вратарь Правый защитник Левый Центральники Все, состав мы выбрали Это самый чистый основной состав в данный момент в нашем клубе Травм у нас таких нету Ну что, вторник, да? У нас 2022 года, если не ошибаюсь В данный момент у нас Матч Мы играем у себя дом против третей команды Которую нам в первом матче выиграли Они за счетом 3-1 В конце мы все-таки закрепали один гол А если мы проиграем, значит все Ювентус у нас будет намного очко впереди Нам просто надежда, когда есть А3 выиграет Ювентус А мы ту команду Только вот такая надежда А так мы к Кубу Куева попадаем Господа Ну, мы большие деньги получим за групповой этап на самом деле Но Лучше бы продолжить Ну, конечно, лучше мы дожим Если они хотят плей-офф, то сегодня нельзя проигрывать Всего одну очко Отделяет их от выхода из группы Интересный матч нас ждет на EATV В Лиге чемпионов пришло время пятого тура Для многих команд он станет решающим Очень интересные игры нас ждут сегодня Ведь на финише группового этапа Матчи всегда проходят напряженнейшей борьбе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, гризма Всего четырем российским футболистам удалось поднять на головой кубок Лиги чемпионов UEFA Первым из них был Игорь Добровольский, который выиграл турнир в составе Марсельского Олимпика в 1993 году А в 1997-м это достижение покорилось Владимиру Буду в составе Дортмундской Паруси А спустя семь лет в 2004-м кубок сбоевал Дмитрий Оленчин вместе с португальским Португ Последним же победителем Лиги чемпионов из наших футболистов был Денис Черышев Выступавший в победном составе Мадридского Реала АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Бред, ты нахуй отошел. Все, первый танк заказал, что там 0-0. Ну, это Атретика. Мадрид, это по-любому. Это 100% Атретика Мадрид будет. Плей-офф. Это как-то думать не надо, нифига. А мы даже продолжаем. Переходим ко второму тайму. Челси там 1-0 побеждает в данный момент. Ну что, погнали, парни. Нам пора. Хороший пас. Еще один пас. Но тут пас нетошный. Но мы с мячом. И тут опять чуть не пропустили его. Бля-а-а, ну это пиздец просто, бля-ать, нахуй так играть. Кто будет первым на мячах? Сауль Ньегис. Мяч у соперника. И разрезающий... Спасибо, спасибо за пас. Это удар. Ну какой удар-то, бля-а-а. Ну это пиздец. Вот это удар. Просто ударом, как удар. Обломились, бля. Прокатилась до ворот соперника. Все. Давится у нас атака, бля-ть, ебать, у нас. Заебись, принял, бля, не он, а другой. Так, мяч у нас пока данный момент. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Вектор Вильярин. Я так и думал, что это так и будет. Хороший навес. Успеет ли Гризман? Есть, блядь, смогли, 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 мы смогли. Блядь, ну как так не успел-то, блядь, а до мяча добежать, а? Даже после этой атаки посмотреть запасных. Кого можно поменять в этом матче? У нас вратарь с мячом, это замечательно, это очень хороший момент, чтобы у кого-то поменять. Но все-таки, блядь, я не того, ну ладно. Мы бойся защитно играем, давай тебе, значит, и... Сделаем вот так вот, а? Нормально будет, я думаю, так вот сделать? Два нападающего будет у нас. Во время ближайшей остановки игры произойдет замена. Хозяева сейчас будут проводить замену. Заебись просто, хуй она. Грубо во дворе играет он, желтая будет. Желтая карточка игроку отлетит. Здорово, рефери разобрался в этой ситуации. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ух, какой все-таки опасный подкат, и наказание совершенно справедливо. И сейчас замена сразу в обеих командах. Попробуем по два нападающего что-то придумать. Может, что-то выйдет у нас. Отсадь. Они убежали слишком далеко. Слишком далеко они убежали. А, это еще, блядь, у нас это... Да, заебись! Вообще офигенно, заебись. Вообще охуяно. Да. Заебись, пас. Само упал. Беги, 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 беги. Есть. Успеваешь, успеваешь, успеваешь. Залечательно просто. Мы с мячом. Да, блядь, это пиздец. Вижу тебя. Да. Да, блядь. Да, чё опять-то было? Какое нахуй нарушение-то, блядь, а? Какое нафиг нарушение? Каких нарушений понабрали, блядь. Ё-моё. Зъебись, пас, зъебись, пас. Вообще охуяный пас. Да, блядь. И мяч у соперников. Ну, здесь-то мы должны по-любому выиграть. Вижу, вижу, вижу тебя, вижу. Да, блядь, ну как этого вратарю-то забить егучему, блядь, а? Успевает выбежать. Успевает выбежать. Успевает. А доли секунды. Разница между ударом и вратаря выходом, блядь. У меня в мини остается время, и из-за этого у меня не получается. Забить и нахуй ты туда дал пас, а? Блядь, а вот скотина-то, блядь, а? Ну, заперник сильен, заперник сильен. Разница, конечно, в классе охуяна. Ассайд? Нет, Ассайд нет, но угловой уходит мяч. Замечательно просто. У нас угловой. Так, нам полагают правого защитника поменять, но я менять никого не буду. Блядь, даже углового не будет. Это от нас рикошетил, блядь, а это пиздец. Две минуты еще играть, именно сколько добавляет судьба. Сауль Диегис. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Ну, грузи в штрафную. Симон Атсайд! Фу, пронесло, если сто, конец матча. 0-0. Ничья. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. По одному. Чем мы ее, конечно, и поздравляем. Нам повезло, господа. Но забить мы тоже могли, вот что проблема. Ну, прям. Ну, что, давайте посмотрим сведения. Удар, эээ, голов 0-0, ударов 3-7. Створ 3-2. Владимир Мичев 49. 51% по мячу от 4-2. Ночень 1-2. Желтых 0-1. Главы 1-1. Тоже удары 100%. 28%. Тоже пас 84-91%. Не очень сильный соперник. Мы у себя дома играем уже, за это умы. Спартак Москва проигрывает в Челси. За счетом 2-0 видно здесь. Ну, что, я хочу, постоянно, таблицу. Таблицу Лиги Чемпионов. Это очень важно. Так, ну да, я так и думаю, Вентус у нас побеждает. Имеет 8 очков, как и я имею 8 очков. То почему-то мы стоим Впереди его. Я вот не понимаю. Забитого на 6 пропущенных. Мы 5. А вот у них 9 забитых. Восемь 4 пропущенных. Все равно не понимаю, почему мы стоим на 2-ом месте. Мы должны стоять на 3-ом месте, получается. По относительности к голам. И что это КПМ? Это забитый мечей. А, пропущенный мечей, да, получается. Я так понимаю. Ну, я со мной... Вот тут я не понимаю. У нас все одинаково. Только у нас по голам должно быть считаться. По-общему. По-общему, мы, блядь, плюс один. А у них больше. Эти вообще, блядь, 2 забили и 16 пропустили. Нихуя себе. Что там, они в Ювентус. Ёпты, 6-1. Нихуя там Ювентус ебанул. Хм. Короче, следующий раунд. Самый тяжелый будет. Самый тяжелый. Так, чё, что-то... Шанс на проход есть. Большой даже. Если они проиграют в следующий матч, может не пройти. А Спартак вообще пиздец. Тут, блядь, тхмпио меня занимает. Нихуя себе. Они еще не играли. Некоторые. Ну, ладно, окей, блядь. Вот такая у нас судьба. В данный момент чё? Увы. Так, у нас там есть отчет упаковки каких-то игроков. Это я, который прошел. Вот эту... Ну, нет, эту не охота. Американцы. 5 миллионов стоит. Зарплата здесь 500. И тебе давайте посмотрим, чё у нас тут. Центральная 30. Блядь, я цена. Меньше, чем наступные. Это невыгодно. С тобой общаться вообще. Ну, 77 в общем, это замечательно. 30 лет ему уже старик он, грубо говоря. Ну что, давайте перейдем к составу. Что у нас по составу? По составу у нас более-менее свеженький. Давайте поменяем паручиков. игроков. И вот так можно играть. Нет, давайте ещё право поменяем. И тебя поменяем. Пускай играет. Всё. Будем выходить на поле. Но только уже без записи будем выходить на поле. Увидимся в конце лучшим момента матча. Грубо говоря. Ну что, господа, мы снова здесь. Давайте посмотрим, чему это матча. На четвертой минуте мы сразу забиваем быстрый гол. Тут был удар. Удар был в штангу и... От штанги к нашему игроку и всё замечательно просто. Просто молодцы, ребята, выполнили свою задачу. Ну что у нас дальше? Дальше у нас на 32-й минуте жёлтая карточка была у соперника. Спорить тут никто не будет? Чисто жёлтый. Потом сейф на 33-й минуте. Их не воротает, спасает ситуацию от штрафного. А что, на створ летел, что ли? Не пойму. Ну я выше-выше ворот, он бы не влетел в створ. Могу даже не стараться, на самом деле, скажу честно, для него. Ну что, на 37-й минуте нам забивают гол и 1-1 счёт у нас. Наёбывают всех, блядь. Центральные защитники провалились полностью у нас. Проблема на центр была. Ну нафига воротар там прыгнул, блядь, пиздец, да? Офигеть просто. Ну ладно, окей. Дальше продолжаем игру. На 54-й минуте мы забиваем гол. Классный пас, можно двигаться дальше. Удар. И гол он забивает. Выводит команду вперёд. Наконец-то они всё-таки смогли забить мяч и воплотить своё преимущество в гол. Чё, матчи? Ну о чём я сказать можно? Продолжайте в том же духе, парни. Погнали дальше. В 78-й минуте ещё один гол мы забиваем. А вот этот удар и ещё один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Всё-таки надо будет забивать уже два мяча. Секундная расслабленность. И вот, пожалуйста, она расклад. Начинаем мы в лиге просыпаться. Потихонечку. Мы слишком много потеряли очков. Ну не слишком много, но мы потеряли. Но прилично очков у нас. И ещё один гол на 89-й минуте. Только тут один гол нам не показали, да? Сейчас, секунду. Да, у нас раз, два. Три, да? Не, всё верно, всё показали у нас. 4-1. Нихуя он ударил, да? Пиздец просто. Отчименный болгол. Ну вот такое у нас просто событие. Ну всё. У него дубль как раз. И мы побежали за счётом 4-1. В лиге, в гостях. Давайте посмотрим общие сведения. По общим сведениям у нас 1-4 по головам. Ударов 4-10. Ударов 3-7. Владимир Мячу 42-58%. Отбор мяча 6-5. Нарушение 2-0. Жёлтых 1-0. Трама 1-1, бля. А в сайт 0-1. И у главы 1-2. Тот же удар 75-70%. Тот же пас 83-87%. Вот такое у нас просто событие. Ну чё, господа. Вот так мы сыграли. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Пока турнирная таблица у нас пока ничего хорошего не видно. А нет, мы на 3-е место поднимаемся. На 3-е место. Но это ещё не играло 4-е место. А у них 27 очков. Они в любом случае у нас перегонят. Но 5-е место нет. Ничего не сделается у нас 5-е место. Мы до сих пор, блин, сражаемся. Грубо говоря, 29-е место. А, понятно. Аякс у нас 13 матчей сыграли. В запасе получается 30-31-32 у него. Бля, да даже выше, чем PSV будет. Ну чё, у нас такой поворот событий. Мы теперь пропускаем уже больше. Ну, не сам учитель защиты у нас. Мы, например, вместе стоим. Аякс у нас 9-й месяц. Наши вратаря купили. Вот и начинают, блядь. А-а-а, заебись, охуенно. Пидорасы, блядь. Ну ладно, ничего плохого в этом нету в данный момент. Ну чё, посмотрим, что у нас дальше будет происходить. Надеюсь, все изменится. Турнирная таблица мы поднимемся еще выше. И, блин, можем здесь сидеть. Точности, я не могу сказать это. У нас еще впереди Лига Чемпионов в последний матч. Это тоже очень важный матч. Очень важный. Слабые команды. Относительно всех, от всех, которые мы с кем играли. Мы там должны побеждать. В любом случае побеждать. Ну ладно. Ну что, давайте перейдем к развитию игрока. Мы сейчас сделаем развитие игрока. И уже будем заканчивать серию. Ну, давай тебе, значит, прокачаем. Приво-поу защитника обязательно. Центрального защитника обязательно. Ну, тебя давай взять, центрального защитника. У тебя все плюсики, может быть, и... Так, повышение у нас только получает право-защитник. Ну, это замечательно. Что-то А4 получает. Это замечательно просто. Больше у нас никто ничего не получает. Ну что, на этом у нас, я думаю, остановимся. Увидимся в следующей серии других прогреждений. Все, удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok